Овощные грядки и птичьи дворы прямо в центре Краснодара. Агротуризм на Кубани набирает обороты. Доказательством этого стала выставка-ярмарка, участие в которой приняли более 80 объектов. Это фермерские хозяйства, усадьбы, винодельни, рыболовецкие и охотничьи базы. Чем завлекают в Краснодарский край туристов, проверили Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов. Глава региона и спикер Кубанского парламента обошли все экспозиции и пообщались с хозяевами подворий. Те, в свою очередь, рассказали. Гостям, особенно из мегаполиса, в станицах и хуторах, всегда рады. Да мы их вот так принимать в глубинных, а только приезжают. Мы каждому посажем сюда, чтобы пусневый сад посадил. Любая семья может быть уже создателем этого бизнеса. У них агротуризм каждый день только по своему огороду. Вот в чем вопрос. А нам надо, чтобы не они по огороду ходили, а может вместе с ними те, которые еще готовы заплатить деньги. За то, что вместе с ними по огороду походят, где там может быть даже и грядки пополят. Агротуры по Европе, они занимают 30% от общего числа туров. 30%. А мы почему-то не можем. Кубань не может создать агротуры? Может. Просто добраться и заниматься в каждом районе, в каждой станице пытаться главам создавать условия для того, чтобы поехал турист. Пусть будут дневные туры, но и они должны быть. А может быть и с ночевочкой. То есть это все надо продумывать, коллеги. Это хороший заработок и в бюджет района, и в каждую семью. А объектами будут их собственные дома и приусадебные участки. Заниматься развитием сельского туризма нужно не просто от выставки к выставке, уверен губернатор края. Отдых в деревнях все больше привлекает гостей региона. Только в прошлом году отпуск в кубанских хуторах выбрали более полумиллиона человек. И сделать так, чтобы они захотели вернуться задача муниципальных властей.